Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Пламенные для Бога! Аминь! Горячие, пылающие! Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу снова прочитать третью главу Откровения. Давайте еще раз рассмотрим это место. 15 стих. Иисус сказал, «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Он хочет, чтобы мы были пламенными, горячими. Как Павел пишет в Римлянам 12, 11. В расширенном переводе. «Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии». То есть, будьте в восторге. Будьте в восторге от того, что Бог делает, от Его дел, от Его семьи, от того, что важно для Него. Будьте в восторге от этого. Не интересуйтесь только своими личными делами. Будьте заинтересованы также в делах Царства. Он говорит, «Пылайте и горите духом, служа Господу». Теперь откройте со мной, пожалуйста, 11 главу Матфея. Матфея 11. «Пламенность в духе, духовное рвение, пыл, огненность для Бога, присущий тем, кто полон Слова и Духа. Полнота порождает пламенность. Полнота производит пламенность. И если духовная температура начинает остывать, можно снова разогреть себя Словом. Аминь. Огнем Духа Святого. Постоянно слушая Слово, постоянно молясь Духом Святым и разжигая общение с Богом в молитве. Когда вы Духом пламенеете, ваше сердце поет. У вас песня на устах. Чтобы не шло против вас, вам легко на сердце. Вы не загружены, не угнетены. Ваша ига легко, не тяжко. Это не подавляющее бремя. Аминь. Когда вы пламены, вы носите собственный праздник с собой. Вы не ждете, чтобы вам предложили радость. У вас есть своя радость. Аминь. Обстоятельства не всегда будут приносить вам радость. Так что носите свою с собой. Аминь. Так ведут себя пламенные люди. Они не ждут, чтобы кто-то разжег и поддержал их. Они приносят собственный огонь. Они приносят свою духовную температуру. Свой пыл по Богу с собой. Аминь. Матфея 11.12 в расширенном переводе. Матфея 11.12. Со дней же Иоанна Крестителя до настоящего времени Царство Небесное претерпевает неистовое нападение. И неистовые люди захватывают его силой, как драгоценный приз долю в Небесном Царстве ищут самым горячим рвением и интенсивным усилием. Не пламенность ли это? Царство предоставило нам определенные вещи, но чтобы их взять, нельзя быть пассивными и равнодушными и просто надеяться, что что-то свалится. Нужно с пламенностью и рвением возгревать себя и говорить «это мое». И пред лицом противостояния говорить «это мое, я беру это». Аминь. Чтобы взять то, что Бог обеспечил, требуется рвение, чтобы простереться сквозь противостояние. Пламенность позволяет пройти сквозь то, что вам противостоит и пытается заблокировать или сдержать ваше развитие. И речь не о темпераменте. Потому что некоторые позволяют своему темпераменту руководить ими. Вами должно руководить слово, а не ваш темперамент. Чтобы быть хорошим пастором, мне приходилось переступать через свой темперамент. Потому что по своей природе я не склонна к конфронтации. Но в помазании, чтобы защитить свое собрание, я должна конфронтировать с определенными вещами. Приходится отложить свой темперамент. Если вы хотите повиноваться Богу, вам придется переступить. Через свою природу придется отложить себя, земного человека. Чтобы жертвовать, когда Бог говорит вам отдать что-то, вам придется переступить через свой разум, через свой банковский счет, чтобы повиноваться Ему. Если вы хотите повиноваться Богу, вам придется через что-то переступить. Через разум, через плоть, через противостояние дьявола, через этот мир. Вам придется переступить через все это. Аминь. И именно пламенность поможет вам с радостью переступать через свою плоть, через ум. Радостно переступать через обстоятельства. Римлянам 4.17 Я не буду читать весь этот отрывок, но здесь сказано об Аврааме, что он называл несуществующее, как существующее. Позвольте вам сказать, важно, как вы называете. Называние в полсердца не достигнет цели. То, как вы называете, покажет, пламены вы, теплы или холодны. Родители, вы когда-то подзывали своих детей, иди сюда, а они не с места. И вы снова, иди сюда, иди сюда, а они не с места. И тогда вы зовете. Потому что, когда родитель зовет по-настоящему, это уже не игрушки. Я зову, ты приходишь, а не сидишь и смотришь на меня, говоря, «Я приду, когда закончу то, что я делаю». Так? Не правда ли? То, как вы зовете, показывает, кто тут хозяин. То, как вы говорите, показывает, кто хозяин. И если вы говорите в полсердца, вы не хозяин. Если вы говорите от случая к случаю, вы не хозяин. Хозяин говорит постоянно, от всего сердца. и все тут же бросаются это исполнять. Аминь? Так? Я не имею в виду злобно, я имею в виду продуктивно, чтобы принести плод. Когда вы говорите о финансах, вы не можете просто сказать, «О, отец, ты знаешь, я верил, я по таким давлениям». Уж лучше прекратите все это нытье. Нет, 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 нет. Вам нужно провозглашать смело с пламенностью, наполняющей ваши слова огнем, с рвением, духовным пылом, кипением внутри. Как к этому прийти? Слово должно стать вас сильным. Наполняйтесь словом, пусть оно будет сильным в вас, и это скажется на том, как вы провозглашаете. Я так люблю рассказ одной драгоценной пары, близких друзей папы Хеггена. Это были пожилые супруги, и вот однажды посреди ночи жена проснулась и почувствовала себя плохо. Она дотянулась до мужа, ткнула его и сказала, «Просыпайся и молись за меня, я плохо себя чувствую». Он просто вяло протянул к ней руку и сказал, «Будь исцелена во имя Иисуса». Она говорит, «Так, не пойдет, вылезай из кровати, подойди сюда и возложи на меня руки и запрети этому». Почему? Потому что она знала, что такое взывание в полсердца не работает. За этим должна стоять пламенность, топливо веры. А когда у вас есть вера, дух веры звучит по-другому, чем взывание в полсердца. Аминь. Итак, вера называет. И она делает это пламенно. Ее провозглашения пламены, и она не перестает называть, называть, называть. Мы не унываем, делая добро. Мы продолжаем называть. Мы продолжаем провозглашать каждый день. Я называю свое тело исцеленным. Я призываю финансы. Я призываю ответы в мою жизнь. Я призываю обеспечение в мою жизнь. Называйте пламенно. И я не говорю о вашем темпераменте, потому что пламенность возобладает над вашим темпераментом. Жизнь веры невозможно основывать на своем темпераменте. Не позвольте вашим индивидуальным особенностям лишить вас плода. Аминь. 2 Тимофею 1,6. Павел пишет Тимофею. 2 Тимофею 1,6. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Мне нравится расширенный перевод. Вот почему я хотел бы напомнить тебе возгревать благодатный дар Божий, разжигать угольки, раздувать пламя и поддерживать горение того внутреннего огня, который в тебе. От вас зависит, насколько высоко и горячо будет это пламя. Не от Бога. Пламя нужно возгревать, возгревать, возгревать. Аминь. Все, что Бог в вас вложил, нужно возгревать. Нужно возгревать. Рвение, пламенность нужно возгревать. Аминь. Отступление от общения с Богом начинается именно с потери пламенности. Человек какое-то время в восторге от церкви. Ходит несколько месяцев, потом теряет пламенность, и дьявол просто уводит его. Поэтому нам следует молиться за людей, ведь они не всегда осознают, что происходит. Но те из нас, кто слышит Слово, должны осознавать, что наше развитие зависит от нас, не от Бога. Наше духовное развитие зависит от нас. И Павел говорит, поддерживать горение внутреннего огня. Почему? Потому что чем больше у вас огня, тем больше у вас турбосилы. Так? Знаете, когда вы катаетесь на велосипеде, все ваше рвение ограничивается вашими ногами. Быстрее, чем ваши ноги способны жать на педали, вы не поедете. Но если у вас гоночная машина, и особенно специально созданная для установки рекордов скорости, у такой машины что-то вроде ракетного двигателя в упрощенной версии, из которого вылетает пламя, рывком отправляя ее вперед. Но если вы хотите отправиться в космос, вам эта машинка-ракета уже не подойдет. Вам потребуется огромное пламя. Аминь. Величина огня определяет величину работы. Что Бог сможет нам поручить? И Павел сказал Тимофею, «Возгревай тот огонь, что внутри тебя». И в следующем стихе он говорит, что Бог не дал нам духа страха. Он говорит ему, что дьявол использует в качестве стратегии против огня. Страх. Возгревайте огонь. Возгревайте себя духовно. И тогда страх не будет изводить и мучить вас, потому что страх не способен остаться там, где пламенность. Почему? Она его выжигает. Выжигает. Мы с вами уже рассмотрели пару стихов, но я хочу, чтобы мы прочитали еще несколько мест Писания, чтобы мы увидели, в чем слово говорит нам быть пламенными. Псалом 17, 2. Псалом 17, 2. Расширенный перевод. Это обращение к Богу. «Я люблю тебя пламенно и преданно, Господи, крепость моя». Здесь сказано, что наша любовь к Богу должна быть пламенной, а не обыденной. Нам нужно любить Бога пламенно. Аминь. Вспоминаю историю женщины, о которой я вам уже как-то рассказывала. Она начала посещать одну церковь, и когда она слышала, что пастор упоминает Иисуса как целителя, она вставала посреди служения не так, чтобы привлечь к себе внимание. Она вставала и начинала поклоняться. И спустя какое-то время пастор сказал, «Я заметил, что каждый раз, когда я упоминаю Иисуса как целителя, вы встаете и начинаете поклоняться». Она ответила, «Да, пастор, 15 лет назад я умирала от рака, и Иисус исцелил меня. И когда о нем говорят как о целителе, я не могу не вспомнить, что он сделал для меня. Вот что такое пламенная любовь к тому, кто спас жизнь». Она очевидна. То, как вы проявляете благодарность, свидетельствует о вашей духовной температуре. Если кто-то что-то для вас делает, а вы даже не говорите ему «спасибо» или делаете это в полсердца, вряд ли он захочет снова для вас что-то сделать. Почему? Потому что что-то не так с вашим сердцем, и Бог показывает нам, что наша любовь к Нему должна быть пламенной. Я люблю тебя пламенно. Аминь. Видна ли пламенность в наших поступках? Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, делайте, что Я говорю». Итак, послушание показывает пламенность нашей любви к Богу. Теперь откройте со мной 12 главу Деяний, 5 стих. Мы рассмотрим еще несколько мест Писания. Деяние, 12 глава, 5 стих. Деяние, 12, 5. В расширенном переводе. Мы знаем, что Иакова арестовали, бросили в тюрьму, царь Ирод убил его, и, видя, что это приятно иудеям, арестовал и Петра. И в 5 стихе сказано, «Итак, Петра стерегли в темнице, но церковь неотступна, и, посмотрите, пламенно молилась за него Богу». То есть, они не просто немного помолились, «Надеемся, Бог как-то тебе поможет». В короткой молитве перед ужином. Они собрались вместе церковью и пламенно молились. Почему? Потому что пламенность показывает, насколько вы заинтересованы. Пламенность показывает уровень вашей заинтересованности. Они были заинтересованы. И потому их вера предстала перед Богом, и, как вы знаете, Бог сверхъестественно помог Петру. Ангел пришел и вывел его из этой тюрьмы. Личное сопровождение с небес. Благодаря пламенной молитве веры тех, кто его любил. Иаков же не был освобожден. Почему? Не было людей пламенно заинтересованных в его жизни. Прочитаем еще одно очень важное местописание. Иакова, 5 глава, 16 стих. «Действенная пламенная молитва праведного многое может». Пламенная молитва – это молитва, которая не прекращается, пока не придет ответ. Пламенность превращает вас в человека, который не сдается. Вы неотступны, пока не придет ответ. Аминь. Действенная пламенная молитва. Не в полсердца. Вы отданы целиком и полностью. Я не сдамся, пока это не изменится. Колоссянам, 4 глава, 12 стих. Колоссянам 4, 12. Библия короля Иакова. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда пламенно подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Пламенность сделает вас постоянными. У вас будет постоянство. Помню, несколько лет назад я проводила здесь ежедневную молитву. И Дух Божий сказал мне, «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». И Он показал мне кое-что о доме, который мы собирались купить. А потом Он показал мне исход жизни разных людей. И тогда Он сказал, «Хочешь знать, зачем Я показал тебе исход их жизни?» Я сказала, «Да». Он сказал, «Потому что ты молишься за них». Вы получите свет, понимание, недоступное тем, кто не молится. Почему? Они не пламены. У них нет постоянства в молитвенной жизни. Итак, нам нужно быть пламенными в молитвенной жизни. Это значит, что вам нужно осознанно решить быть заинтересованными в другом человеке. Не ждать, пока вы почувствуете какую-то заинтересованность, а решить почувствовать заинтересованность. Неправильно быть равнодушными к тому, через что проходят другие люди. Просто потому, что это не влияет непосредственно на вас. Аминь. У Павла мы видим пример Епофраса. Он пламенно подвязался за Колоссян, чтобы они могли быть в воле Божьей. Да, пламенная молитва приносит результаты. Первая Петра, первая глава. Первая Петра, первая глава. Двадцать второй стих в расширенном переводе. «Смотрите, любите друг друга пламенно, от чистого сердца». Здесь сказано, что нам нужно быть искренне заинтересованными. Любви важно, как дела у того, кого она любит. И нам нужно разжигать свою любовь к людям. Двадцать третий стих. «Как возрожденные, рожденные свыше, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». То есть, эта любовь приходит благодаря тому, что мы рождены свыше. Мы любим людей не плотью, мы любим их, рожденным свыше духом, в котором жизнь Божья. Вот почему эта любовь должна быть пламенной. Потому что мы любим не эмоциями, а божественной жизнью, которая в нас. Любовью Божьей, которая в нас. Аминь. Вот откуда нам нужно черпать любовь к людям, не из эмоций или ментальной сферы. Аминь. Мы черпаем божественную любовь и пламенно любим друг друга. Это значит, что вы скорее умрете, чем скажете что-то против своей семьи, своих братьев, своей поместной церкви, своих лидеров друг друга. Я этого не сделаю, потому что я люблю их божественной любовью. Бог дал мне свою любовь, и я не стану ее бесчестить, говоря что-то негативное им во вред. Я не буду выставлять их в плохом свете. Вот что делает пламенная любовь. Она пресекает сплетни. Она пресекает неправильные слова. Когда сплетни наталкиваются на божественную любовь, они умолкают. Они не распространяются. Аминь. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4, 8, Библия короля Иакова. Более же всего имейте пламенную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Когда вы пламенно кого-то любите, вы не трезвоните о том, с чем нужно разобраться незаметно. Это не значит, что вы этому потакаете. Это значит, я не буду подливать масло в огонь. Я не стану выставлять кого-то в плохом свете. Пламенность любви заставляет наши уста захлопнуться и не говорить то, что не должно, а также смело раскрыться и сказать то, что следует сказать. Аминь. Откройте, пожалуйста, Марка, 10 главу. Марка, 10. Позвольте вам сказать о пламенной любви к людям. Из-за нее вы поставите благословение других выше своих интересов. Себя любви может помешать пламенной любви к другим людям. Пламенно любить других – это переступить через себя. Это изо всех сил стараться благословить кого-то. Это готовность пожертвовать своими интересами, чтобы быть благословением для других, чтобы помочь им. Это неудобно. Мы не говорим об удобстве. Мы говорим о любви. Любовь захочет помочь другому, даже если это нелегко. Не правда ли, когда Иисус спас нас, Ему это не было легко? Конечно. Аминь. Он действовал не на основании человеческой любви. Он действовал на основании божественной любви. И все, что Он делал, было ради других. Марка, 10, 16. В расширенном переводе. Иисус взял детей на руки по одному и пламенно призвал благословение, возложив на них руки. Обратите внимание, когда мы служим кому-то духом, в этом должно быть рвение. Нам нужно служить пламенно, не в полсердца, а всем сердцем. Нам следует ценить возможность кому-то послужить. Если на улице Дух Святой говорит вам «Подойди и засвидетельствуй этому человеку», не делайте этого нехотя, равнодушно, жалея о том, что Бог сказал вам это сделать. Пламенно благословляйте людей, помогая им. В Деяниях 18.25 рассказывается об Иудее по имени Аполлос. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом говорил и учил о Господе правильно. Служить словом нужно пламенно. Нужно быть наполненным, горячим, кипящим через край. И, конечно, мы уже читали Римлянам 12 главу, 11 стих. Павел пишет «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Господь хочет, чтобы Ему служили пламенно. Он хочет, чтобы вы с восторгом шли в церковь, с радостью служили тем, чем вы служите своей церковной семье, желая, чтобы снова настала ваша очередь послужить в этом месяце. Я пламенею. Почему? Потому что я помню, что Он сделал для меня. Я знаю, что в этой поместной церкви моя семья была спасена, моя жизнь была восстановлена. И я хочу помогать на этом месте, чтобы это могло произойти с кем-то еще. Господь хочет, чтобы Ему служили пламенно. Аминь. Мне нравится комментарий Дейка к слову «пламенейте». Поддерживайте рвение в кипящем состоянии. Поддерживайте рвение в кипящем состоянии. Если вам сложно согласиться с Божьим планом для вашей жизни и подчиниться Ему, станьте пламенными. Пламенность приведет вас в полное согласие. Если вам трудно повиноваться Богу, разожгите огонь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вам это было полезно? Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok